Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Как только он загоняет Дилана в угол, у него звонит телефон. Звонивший заявляет, что расскажет Тургуту, кто заставил его это сделать, при условии, что его защитит семья. Баран говорит, что твоя семья доверена мне, а Тургут говорит, что мой хозяин заставил меня это сделать, и разговор заканчивается. Пока Баран идет по дороге, когда Джихан звонит ему и спрашивает, где он, Баран злится и кладет трубку, потому что он занят. Дилан тоже с Джиханом и хочет знать, где находится Баран, на что Джихан отвечает, что он не говорил. Цеврии приходит к другу Дживдета Харуну. Цеврии сообщает Харуну, что она сбежала из дома, и просит его помочь скрыть это. В обмен на сообщение, которое он отправил Зюмруту, Дилан находит номер человека, работающего в больнице Сабихи, и отправляет его Дилану. Дилан немедленно звонит по номеру и начинает расследование. Тургут и Баран договорились о встрече, но пока Тургут ждал Барана, кто-то еще вытащил за Тургута пистолет и увел его с места встречи. Пока человек Сабихи ждет Барана, он сообщает, что мы поймали Тургута и везем его к вам. Когда господин Кудрет видит задумчивое состояние Феррата, он просит его пересмотреть свою идею женитьбы на Дерье. Баран возвращается домой очень сердитый, и когда перед ним появляется Джихан, он спрашивает, здесь ли Кирем. Когда Джихан говорит, что он в кабинете, Дилан с волнением и любопытством спрашивает, что случилось, где ты был. Баран очень рассердился и без всяких объяснений идет в свой кабинет и кричит, ты найдешь этого Тургута. Затем в комнату входит Баран и кричит Дилану, сидящему на диване, говоря, это все из-за тебя. Но Дилан делает вид, что спит. Затем Баран понимает, что притворяется и спрашивает, почему. Да, я это сделал, но спросите меня, почему. Когда Баран спрашивает, почему, он отвечает, чтобы не ссориться с тобой. Когда Дилан говорит Барану, что я поступил правильно, Баран говорит, пожалуйста, спросите меня, прежде чем снова что-то делать. Пока госпожа Азади задается вопросом, кто мог это сделать, Хасан говорит, я узнал, что это сделал Дилан. Госпожа Азади злится, спрашивая, Дилан тоже сделал это с нами. Господин Кудрет говорит, как так может быть, дочь моя, как Дилан может делать то, что я знаю, в этом что-то не так. Тем временем к ним приходят Баран и Дилан. Пока Джевдит, как сумасшедший, повсюду ищет Цеврии, приходит его друг Харон и говорит, что Цеврии с ним. Когда Джевдит слышит это, он очень злится на Цеврии. Джихан подходит к Дилану и спрашивает его, действительно ли он это сделал. Когда госпожа Азади злится, господин Кудрет защищает Дилана, говоря, что есть важная причина. Баран ругает Джихана и говорит, что сделал это, чтобы защитить тебя. Когда госпожа Азади говорит Барану, что вы делаете все, что хотите, не спрашивая, Дилан отвечает, вы правы, я оставил этого человека, чтобы пойти в полицию. В то время как Дилан говорит, да, я бы хотел, Баран заставляет его замолчать, говоря, что мне бы хотелось, чтобы вы сообщили ему. Сабиха принимает меры по отправке Тургута за границу. Пока Гуль Кадер и госпожа Дилан обсуждают, что делает Дилан, Гуль старается ничего не раскрывать, а затем приходит к Дилану. Дилан говорит, ты видел. Баран защитил меня на глазах у всех. Затем Дилан и Гуль задумываются о том, почему Сабиха может быть врагом Барана. Но Дилан думает, я выясню, в чем проблема Сабихи. Баран все равно расследует Сабиху, я посмотрю на имеющиеся у него документы. Пока Баран стоит в саду в очень задумчивом состоянии, к нему приходит госпожа Азади. Когда Дилан говорит, как вы можете защитить его, несмотря на то, что он сказал своими словами, я обманул тебя, а Баран говорит, я не защищаю его, Дилан был прав, что, если бы что-то случилось с Джиханом, госпожа Азади чувствует себя плохо. Ферат думает о проблеме брака, о которой он говорил со своим дядей Кудретбеем. Затем Гуль видит дверь и думает о планах брака Ферата с Гулем. Он приходит к Ферату и говорит, что каждому, кто увидит такой элегантный костюм жениха, он понравится, особенно когда он говорит жена. Ферат собирается заговорить, когда ему звонит мать Гуля, госпожа Кадер. Когда Джихан говорит Дилану, я знаю, что ты хочешь защитить меня, Дилан говорит, что я рад это слышать. Джихан говорит, но ты упустил катастрофу, пытаясь сделать что-то хорошее, я был готов пойти в тюрьму ради своего брата. Дилан, тебя это устраивает, но пока твоя любящая тебя семья злится из-за того, согласны ли мы с этим, мистер Кудрет приходит и просит разрешения поговорить с Джиханом в саду. Дилан ищет в своем кабинете файл, содержащий информацию о Сабихе. Как только он его находит, в комнату входит Бэрон. Когда вы спрашиваете, что вы делаете в моей комнате, Дилан отвечает, что я пришел поговорить с вами. Бэрон спрашивает, что ты делаешь, чего ты хочешь, он злится, потому что ты все время меня расспрашиваешь. Бэрон говорит, что скоро я найду ответы на все свои вопросы. Гану Сииту звонят по телефону и говорят, что они узнали, что пачерица Сабихи Гульших погибла в дорожно-транспортном происшествии и другой информации нет. Господин Сиит, не теряя времени, звонит Дилану и сообщает эту новость. Господин Кудрет привел Джихана на стрельбу. Когда вы просите Джихана, который хорошо стреляет в неподвижные предметы, застрелите эту птицу, Джихан не говорит, какой это грех. Господин Кудрет спрашивает, виновен ли человек, которого вы хотели застрелить. Джихан отвечает, я собирался спросить. Господин Кудрет говорит, ну, пожалуйста, подумайте внимательно о семье и детях этого человека, есть ли у них какие-либо грехи или преступления. Дилан спрашивает сотрудника, которого он нашел в больнице, о дочери Сабихи. Когда Баран передает дело Керема Сабихи и приказывает провести более детальный обыск, Керем спрашивает, почему мы все еще преследуем эту женщину. Баран злится, потому что я не могу связаться с Диланом, спросив его, мы заглянем под каждый камень, если понадобится. Пока Дилан читает книгу в постели, приходит Берон и спрашивает, что ты делаешь. Когда Дилан ответил, я читаю книгу, Берон сказал, думаю, он очень взволнован. Затем Берон спрашивает, стоило ли ему это читать, и когда Дилан говорит, я иду спать, мне хочется спать, Берон отвечает, что это означает, что он не так уж и обеспокоен. Дилан желает спокойной ночи и ложится спать, но Берон продолжает сидеть на кровати. Когда Дилан засыпает, Берон думает, что в этой книге определенно что-то есть, поскольку она спрятана в каждом углу. Салих пытается спланировать поход в кино с Гулем, но Гуль откладывает это, говоря по одному плану каждый день. Когда Феррат, ставший свидетелем этого разговора, спрашивает, кто этот Салих, Гуль отвечает, что это шутка. Гуль не хочет делать никаких заявлений, и когда она говорит, он будет моим другом, а однажды он станет моим любовником, Феррат очень злится и оставляет ее, говоря, что бы вы ни делали. Пока Цеврия проводит время с Ягмуром, оказывается, что Ягмур на самом деле не приближалась к своей матери, чтобы Цеврия не расстраивалась. Берон не может заснуть, берет книгу Дилана оттуда, где он ее положил, и идет в свой кабинет. И он делает записи, рассматривая отмеченные в книге места. Баран настолько увлекся, что уже утро. В результате записи Дилана Берон понимает, что Дилан бесконечно любит его. Баран становится очень счастливым, когда читает это и не может сдержать слез. Он приходит в комнату, садится рядом с Диланом, говорит, ты моя полярная звезда, Дилан, и вспоминает момент, когда он сделал Дилану предложение. Во сне он ласкает ее волосы и лицо, целует в лоб. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!